Но и бесы веруют и трепещут. Когда человек говорит, я верю, и без расследования еще нельзя узнать, какая у него вера, спасительная или нет. Бывает вера бесовская, а бывает ниже бесовской, потому что бесы трепещут, а этот человек не трепещет, всякий грех творит. Что кажется справедливым, так и поступает, каноны попирает, священство не слушается, Библию в руки не берет, а ходит в храмы, таких очень много. Это вера ниже бесовской. Уже живем человек в преисподней находится. Бес и вера этой трепещет. Откуда он узнал? Нигде про это не было написано, что они веруют. Сравнить не с чем, просто примем это за откровение. Что все-таки они веруют. А почему веруют? Дальше начинаем исследование. Потому что бес все видел. Он же на небе был. Нет ни одного демона, который зародился бы на земле. От агитации, в роддоме. Они были на небе. Они прославляли Творца. Они словословили единосущую, нераздельную Троицу. Но нашли изъян в Боге и Егоре. Бог не понравился им. И нашелся руководитель. Разделяя властвуй. Сяду в сонный Богок. Престол мой поставлен на краю севера. Почему на краю севера? Там же холодно. Это понятия человеческие холодно. Значит, что-то есть. И вдруг озоновые дыры появляются только на севере. Вот сейчас потепление и прочее. Все понимают. И он не прожег, когда падал. Уже начинает догадываться. Что-то с этим связано, видимо. И он верит. А как не верить, когда там был? Если человек занимал какой-то пост, а его и знали оттуда, то скажи ему, ты знаешь про эту администрацию, эту организацию? Я там начальником был. Но он уже не скажет, как ушел оттуда. Что ушел он с треском, с грохотом. Что он поднял смуту. Да это редко приходится рассказывать. Таких, как правило, казнят. И об этом мы можем прочитать в Слове Божьем. Говорится в Откровении 12 глава 7 стих. И произошла на небе война. Михаила ангелы воевали против дракона. И написано, они потерпели поражение. Третья часть. Их было меньше в два раза, чем тех, которые остались верны Господу. И когда они были сброшены на землю, эти ангелы превратились в духов зла, демонов. И говорят, а зачем они зло делают? Отомстить Богу. Но они очень ограничены в своих действиях. Это как собака, как лев, привязанная на толстой цепи. Вот в пределах цепи, если ты не будешь подходить, она тебя не укусит, эта псина. А если ты в поту и подошел, ясно, что он тебя разорвет. Не приближайся к дьяволу. Говорят, дьяволу надо бороться. Это не совсем точное выражение. Дьявола нужно бить и побеждать. А с ним бороться не надо. Семену было показано, как бороться. Ты, говорит, этот гигант стоит, ты руки сзади крест-накрест бери. И он сделался легкий, он поднял его, ударил об землю. Это образно, конечно. Дьявола нельзя взять, это все-таки дух, а мы во плоти находимся. И сразу на небе раздался глаз. Радуйтесь и веселитесь, небеса. Клеветник свержен. И одновременно прозвучало, двенадцатый стих. Горе живущим на земле. Горе. Ибо к вам сошел дьявол в сильной ярости. Зная, что немного ему осталось времени. Ярость его от того, что время кончается. И чем ближе к концу, тем он яростнее нападает. На всех. До единого жителя. До единой скотины. Ему разницы нет, кто свинья или куда он войдет и в свинью. Он любит всякую нечистоту. Демоны веруют. Давайте проверим себя. Потому что приближается время Великого Поста. Не попадаем ли мы под его влияние. Притом дьявол, как правило, претендует на всего человека. Он начинает с малого. Он не подошел в раю к Адаму. Не постигнул на него и сказал. Лжет Бог. Ты его не слушай, я знаю. Он Бог такой. Он злой и жестокий. Собирает там, где не сеял. И говорит, что мы эти слова знаем. Ты злой и жестокий господин. А то речь о нем идет. Нет. А он сомнение всевает. А подлинно ли Бог сказал. Ты, может, не заслышала. Неужели от всякого дерева нельзя есть? В разговор главное войти. Вы с середиками не входите в разговор. Сразу пресекайте. Бог запрещает. И все на этом. У нас написано в послании к кремлинам. Неужели будем делать грех, что умножилась благодать? Никак. В других оригиналах везде стоит. Бог запрещает вместо слова никак. Еще более четко. К вам сошел дьявол великой ярости. Адам, ты знал про это или нет? Знаний не было. А вот я тебе дам знания. Смотри, какое дерево прекрасное. Ты этого не знаешь. Нужно все испытывать. Ну ты попробуй один раз. Один раз маленько травки покури. Один раз уколщик сделай. Ну один раз. Иди на дискотеку погуляй. Ну один раз. Зайди там музыку послушать. И ты выйдешь оттуда уже не девушкой. Дьявол не сразу все забирает. А подлинно ли? Дьявол вступил разговор. Пропала. Пропала дьявол. Ее уже нет. Дальше она мгновенно переняла от него это учительство. Адам уже под ее зависит. Но Адам, ты же знал, что она ниже тебя. Она после тебя сотворена. Ну прекратилась на этом бы. Мы не знаем, как история мира раздевалась бы. Адам уже потянулся. Все. Все готово. Сошел в великой ярости. И если он сошел в великой ярости, мимо нас он не пройдет. Антоний Великий, 4 век христианства, весьма удивился, когда дьявол сказал, что он идет на службу христианскую православную. Он в удивлении был. А неужели ты тоже бываешь на службу? А он говорит, ни одной литургии нет, где бы меня не было. Ни одной и нигде. Настоятель нет и глаза открылись. Вместо настоятеля стоит кабан. Дикий вепер. Подрезанные уши. И он сразу понял, еретики. Так надо смотреть, кто у нас. Может, давно кабан какой-нибудь вместо священника стоит, вместо епископа. Вместо митрополита, вместо патриарха. А значит, надо на руках молитвы их особенно нести. Они особенно подвержены гордости, тщеславию, самомнению. Он все знает. Ты по Писанию научи людей за каждую душу священнику отвечать. За каждую. Подумайте. Если у нас надежды на спасение мало, то у него совсем нет. За одну душу, если она погибнет по твоей небрежности, а Затаус говорит священникам, тебе всей жизни не хватит рассчитать. Жизни за одну душу, а их тысячи гибнет. В одном храме сегодня сколько будет, и они ничего не услышат. Все служение Богу превратили в обрядность. Пришел и ушел. Два слова. Влад стоял еще посередке. А Затаус говорит, если ты ничему не научился, придя в храм, ты зря был здесь. Зря. Вы не думайте, что какой-то народ остался без претензий дьявола. Ему разве нет цыгане это или евреи, это два полюса, а посередке все мы. Одно избранное, другое как будто совершенно отвержено. Одна говорит, я когда увидела цыган маленький, мне казалось, что это демоны вырвались из преисподней. Вот такое представление, народ умеет только воровать, ворожить и рожать, больше ничего не умеет. У каждого народа цель одна должна быть, прийти на небо. Потомство оставить наследие свое, не попасть под влияние дьявола. Молитва самая краткая дана нам, Христом, Отче наш, и там не забыто про лукавого. Избави нас от лукавого. Не забывайте, мы каждый день многократно поминаем дьявола. В молитвах почитайте утренних и вечерних, сколько раз он упоминается злой дух, демон, дух лукавый. А живут люди, как будто его нет. Когда с дьяволом разговаривал, праведный человек говорит, ты много побед одержал, какая самая главная победа у тебя? Он говорит, самое главное, что я доказал, что меня нет. Вот это надо помнить. И он не обманул. А если дьявола нет, не опасаешься. А раз ты знаешь, что змея здесь не ползет, ты ноги не поднимаешь, она тебя обязательно укусит. Ты будешь ходить разрушив. А дьявол будет жарить в пету. Матфея 9.33 И вот Господь исцелил бесноватого, и немой стал говорить, что не демон немой, Господь так и назвал, демон глухой и немой. Образно это или нет, я не могу ответить. Но я знаю только, демон запечатал уста. Если нет благовестия, если талант закрыт, это не Богу угодно. Богу угодно, чтобы талант распространялся, чтобы мы были все благовестники, как написано в Иоанне 84, а рассеившиеся, разогнанные, не попрятались, а ходили и благовествовали. Вот что свергло бы советскую власть в 1917 году. Если бы все, а из христиан сегодня православных, в стране насчитывается ни худо ни мало 63% на сегодняшний день. Официально. Мусульман всего только 6%. Иудеев, буддистов, разных сектантов по 1%. Но это данные, может быть, маленько неточные, но в общем-то, это все-таки люди, институт опрашивают. Такое общественное мнение. Да 63%! Да 63 человека на Барнову пошли во благовестность, чтобы... Ведь если 12, заквасили весь мир, златоуст говорит, ну хотя бы в этом, сознайтесь, насколько мы худы. Когда нас так много, город Барнову следующий неверующий. А что означает? Дьявол внушил каждую мысль. Ты непригодный. Ты непригодный для благовестия. А просто старый. Ну и что? Ну не старый ты меня в три раза-то. Какой бы ты старый ни был, ты знаешь, что завтра будешь еще старее. То есть ход тебе запечатал. А в старости написано с Богом, когда сочные, половитые и свежие. Ты эти места-то куда денешь? Ты никогда забудь про эту старость. Это треть внешняя хижина. А внутренний дух написано со дня на день обновляется. Значит, отпала, дальше больная. Какая больная? Тебя на руках принесли суда? У нас одна больная в доме инвалидов. Когда говорим, стать всем на молитву, гляжу, вчера сидят. Ты своими ногами пришла, а семь минут стоять не можешь. Семь минут стоять всем. Уже сколько раз говорил. А ты дьявол научаешь так, нарушать порядок. Нарушай. Так это вы сами вели такой порядок. Правильно. Правильно. Такого не было. Мы вели в устав. А для чего? Благоговение, настрой на молитву. Семь минут молиться за себя, за священника. Чтобы он не обыденную, рутинную работу делал, ко всему привыкал. А чтобы он горел огнем там. Чтобы молитва его рвалась через потолок к Богу. Когда строили храм Соломонов, никто не повелевал в тишине делать. А как можно строить? Надо рубить. Да и кричать. Эй, подай, май, навира. Ничего этого не было. А он разговаривает. Молотком по зубам ему. А он сучки собирает. С сучками сжечь его. А он камни собирает в субботу. Камнями забросать его. И все кончилось. Одного сожгли, все остановились. Итак, сколько надо было камни обтесать? Да какая же тогда была геометрия? Какая техника? Все в горах тесали. Написано, тесло не налагалось на камень. В полной тишине строился величественный храм Бога и Бога. Откуда нельзя? Этого правила не было. Ну ясное дело, что если камень об камень не стукнуло, если молоток нигде не стучал, то надо думать, что и кривку никакого не было. Мы в храм Божий пришли, ничего не строим. Встать на 7 минут, а потом садись опять. При пении отче наш, хирургинской, ну если у тебя силы есть, встань благоговейно. Даже в храмах, где ничего не знают, и то люди стоят. А я не буду. А дьявола? Любой разговор, пиапан затворник заканчивает тем, сегодня ты не хочешь, много причин. Но умрешь, хочешь, не хочешь, дьявол потащит в ад. Закончится приговором дьявола. А вот для этого и поставлен, чтобы нас побуждать к высшему. Евангелие от Матфея 11, 18. Значит, чтобы дух немой вышел от нас. Кто не идет на благовестие, подумайте, не дух ли немой тебя удерживает. А как освободился, начал говорить. Вы будете рваться за теми пойдете, кто идут сегодня на благовестие воскресенья. Оставайтесь, не спешите, принесите обеды сюда. Дух немой и глухой, выйди из нашей общины. Прямо молитесь об этом. Многие глухонемыми так и просидели. Ничего не делают, и поэтому никаких правил не знают. Уставы не знают. Вчера совершенно чужого, глаза не видел человека, без моего разрешения перевели в храм. Выход один, изгнать. Подумал, еще зло большее будет. Начали беседовать, человеку это не надо ничего. А зачем? А я и не знал. Да как ты будешь знать, когда ты никогда не бываешь с нами? Ни на собрании, нигде. Кто не желал быть на собрании, их нет. Они сделали собрагами. Так что еще одно отпадение готовь. Матфея 11, 18. Пришел Иоанн, не ест и не пьет, и говорят, в нем бес. А как вы узнали? Так не пьет и не пьет, не ест. Надо же по бутылке пива выпивать, разжигающее. Вино надо выпивать. А ни воду не пьет-то. Иордан-то рядом был, он пил. Да не ест, как мы. Пирожками не даются, кожей не шоколадками. Это бес, это ненормально. Нормально это по-нашему жить. Чтобы на животе, не меньше, говорят, с 4 сантиметров сала было. Бес в нем? Как определяют люди легко, где бес? То есть не по-нашему как. А не кажется ли вам, что как раз в нем-то и не было беса? А сын человеческий пришел напротив бес и пьет, и говорят, в нем бес. Сила Вильзиула. То есть на людей никак не угодить и смотреть не надо. Ты взирая на нашего Спасителя, на крест Голгофский. И скажи, как шел мой Спаситель, Дух Святой? Помоги мне так же пройти. Демон, отойди от меня. Матфея 7, 29. И сказал, за то, что ты, за это слово, да будет тебе по слову твоему. И из дочери вышел Дух. Какой? Когда она согласилась, что она действительно пес. Мы должны согласиться. И когда Господь сказал, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам, Он сказал не о женщине этом, Он сказал о всем мире. Детьми назвал Христос отверженных овец Израиля. Чтобы они понимали, в обоих избраниях сейчас не кончилось. Я пришел к погибшим. Не к погибающим, а к совершенно погибшим. А для чего? Для того, чтобы животворить. И поэтому доказательств никаких не надо, что они погибшие. И что мы псы? Не надо никаких доказательств. Да, действительно, я пес. Но и пес что-то получает. Пес с собой сотворен. Собаки очень хорошие животные. Высокое, интеллектуальное. Охраняет хозяина. Я пес. Так буду же охранять своего хозяина. Священники это псы. Но только в недобром смысле, говорит. Бредящий, немогущий лает, пророк Исаия, говорит. А если охраняет хороший пес, в алтаре засел. Еретиков гонит. Охраняет. Дьявола прогоняет. Значит, из любого слова можно взять то, что сатана не любит. Он пришел в великой ярости. А ты бой, бейся с ним и побеждай. Погаси его ярость молитвой. Лука 9, 42. И когда тот еще шел, отрок, бесповерк его и стал бить. Иисус запретил нечистому духу, и он вышел из него. Когда он стал бить? Когда вели к Иисусу. Дьявол очень не любит, когда людей ведут к Иисусу. Он начинает бесноваться. Тебя будут обзывать. На вас будут нападать, когда будете с благовестием. Ты хочешь испытать силу Господнюю, когда бесноват и освожается от бесов. Идите на благовестие. Вы знаний много уже имеете. Оставайтесь на занятии и идите. Время близится. Осталось две недели до великого поста. И вы поймете, как бес глухой немой ненавидит проповедь. Вот первая неделя, да и весь великий пост. Свободное время есть. Идите в храмы, какие там есть рядом. Забейтесь. А когда выйдете, отойдите за территорию храма, за ограду. Кто-то выходит. Начните разговор. И очень добрый. Скажите, хорошо быть в храме, молиться. Так как знать надо, о чем молиться. И все, благовестие началось. Идите, не сидите дома, благовествуйте. Завершный день принесет новое печали скорби. Этой свободы не будет. Кто бы думал, что детские вот так воскресные школы будут, чтобы одобряли за это. Я вам говорил, на прошлой неделе, за прошлой неделе, приехал ко мне представитель городской администрации и расспрашивает, смотрит, как у вас с детьми занятия ведут. Крестятся. Подошел и кону целует, я даже ничего не говорил. Ну скажите, 20 лет назад можно ли было об этом помыслить? Меняется кое-что. Но этим людям нужно дать истинное направление ко Христу. Не в церковь, а через Христа в церковь. Христа в церкви не ищут. Люди приходят уже готовые, как правило. В церковь приходит человек уверовавший. А зачем он в церковь? Церковь не принимает, кого попало. Это полное, абсолютное непонимание. Вход в церковь идет через истинное покаяние, через признание Христа Спасителем. Евангелист Иоанн, 7,20 говорит, «И народ в ответ сказал Христу, «Не бес ли в тебе, кто ищет убить тебя?» Это народ говорил. И все-таки не верхушка какая-то, а народ, какой народ? Родной иудейский. Видели во Христе бесноватого человека. Народ, так написано. И этот народ сегодня российский в этом же состоянии находится. Когда истину говоришь, да, почему так? Священники экономия придумали слова, нет ничего. Чем больше было отступление, тем строже Бог взыскивал. Чем больше нарушений, тем строже были правила. Всегда. Да. И поэтому здесь они не правы. Я прошу, в храме не разговаривать. Сегодня заходит, гвалт стоит. Многие приехавшие люди на один день зашли верующие, но уже разговаривают. Выходит, над вами все время нужен какой-то надсмотрщик. И люди, которые хотят, чтобы их все время ловили и наставляли, это рабы духа. Если этих надсмотрщиков нет, вы зато дисциплину развалили. А если священник неревностный, все, мы стали как все. Да мы хотя этим отделяемся от мира. Вы пришли в храм Божий. Ни одного слова. Как перешагнуло порог, переодевайтесь в том месте, не здесь. Сколько раз уже говорили. Заранее переоденьте, тогда заходите сюда. Евангелие Иоанн 8, 52. Опять говорят, теперь мы узнали, что бес в тебе. Чтобы узнать, бес или не бес в человеке, в первую очередь надо знать, в тебе бес, если ли не, сначала тебя испытай. А то в церкви стоят и все друг друга сзади крестят, открещиваются от лукавых, от демонов. Если вы смотрели, как экстрасенсы, называемые колдуны, лечили, да сам лечился, очень и очень вероятно, что бес уже вошел. Поэтому наиспаде обязательно говорить об этом. Почему церковь такие строгие правила была? Кто занимался этим делом, на 18 лет за дверями. А если всего лишь только пользовался таким колдуном, на 5-6 лет, а если просто в дом пригласил, и он зашел в тебе дом, уже на год отученный. Он ногами своими осквернил. А здесь нужды нету. С кем не поговорили, с церковниками? Да как это все смотрели, и батюшки смотрели, эту воду на электризованную пили, мазями мазались. Полное безумие и постигло. Иоанн 10, 21. Другие говорили, это слова небесноватого. Может небесноватый отверзать очи слепым? Когда нас будут поносить, особенно после полного объединения в мае, нас будут обязательно называть этими же самыми словами. А мы ответим, что сказал народ. А может ли бесновато отверзать очи? Если через прокурат Евангелие, через понятный русский язык, люди истинно уверуют в Бога, открываются глаза, значит, это не от беса. Вот одно место открылось, и все. Бес не может отверзать очи слепым. Если вы в темноте держите, то вероятнее всего он там, где темнота, потому что он темный. Лука 4, 41. Выходили также бесы из многих с криком и говорили, ты Христос, Сын Божий. Откуда бы они знали? Знают, значит. А он запрещал сказывать, что они знают, что он Христос. Я подумал, что главное, о чем 7 веков спорили, это о божестве Иисуса Христа. Ведь попустил же Господь это. 7 столетий непрерывно спорили, о чем запрещено. А Господь запретил об этом говорить. И спорить не еще. Он Христос, Сын Божий, на этом все окончено. Иди и свидетельствуй. Проспали мусульманство. А теперь ничего не могут сделать. Да и делать никто не собирается. Просто голову склонить придется. Лука 10, 17. И бесы Повинуется нам о имени Твоем. Допустим, какое-то сомнение, страх находит дома. Ты соверши крестное ознамение на себе, впереди себя и скажи, именем Иисуса Христа запрещаю тебе, дьявол. Кровь Иисуса Христа омыла меня. Я запрещаю тебе именем Иисуса Спасителя моего умершего за мои грехи. Вот так разговаривайте с ним. Этого будет вполне достаточно. А то какие молитвы, Киприяна. Побежишь ты за молитвами какими-то. Ты ничего не найдешь в это время. Когда дьявол нападает, то семеро раздетых от одного бегут. А он напал через человека. Именем Иисуса Христа, искупившего меня, запрещаю тебе, дьявол. И гони его. Лука 11, 18. Если сатана разделился сам себе, то как устоит царство его. А вы говорите, что я силой Вензевула изгоняю бесов. Так вот оно разделилось. Почему царство на земле? Потому что дьявол сошел в великой ярости. И сегодня дьявол, он сам против себя не будет воевать. И люди вот объединяются, где это общее сродство. Я с первого дня сказал, никто не препятствует этому. Одинаково на славянском языке, одинаково в монастыре, одинаково в паломничестве. Они ничем не отвечают. Нам Бог дал его, Святой Евангелие. Мы очень сильно от них отвечаемся. Мы для них чужие и инородные. И мы должны Бога молить, чтобы они нас приняли. Нам не бежать от объединения сегодня надо, а стремиться туда. Но одно объединение на евангельских началах, а этого они не примут. Тогда мы смело скажем, Господи, мы хотели. И молитву из первого священника, мы исполнили, да Бог все едино, мы хотели. Они нас будут гнать, они нас выдавливать будут. Запомните это. Но это уже будет именно так. Гнали, меня будут гнать и вас. В Откровении 18.2. И вот Вагелон сделался жилищем бесов. Выходит, целая столица может сделать демонским. Да там патриархия. Разница никакой не для демонов. Варух 4.7. Когда оказались они в пленении, то через пророка услышали такие слова, мы раздражали сотворившего нас, приносили жертвы бесам. Как он мог эти слова сказать? Как его не убили? Вот кто-то бы сейчас сказал, вы в алтарях священники приносите жертвы бесам. Ты не думаешь, что не может быть это сказано? Вполне и потом неоднократно может быть произнесено. И апостол Павел эти слова подтвердил в первом послании к Коринфянам, 10 глава 2 стих. Второзаконие 32.17. И приносили жертвы бесам. Кто? Иудеи. Да как это могло быть? А вот так, как Христос говорит. Ваш отец дьявол. Но кто-то знал до Христа, что в Иудее уже только дьявол остался. Ни один человек не догадывался. Надо было Христу прийти, пелену, бельмо сорвать с глаз людей. Надо было раскрыть сердца людей, чтобы увидели, что давным-давно ушли в другом направлении. Почему? Великая ярость сошел дьявол. Но все-таки дьявол, главное, это удар против кого делает? Против пастыря. Поражу пастыря, рассеется опция. Во главе мира поставлен был Израиль. В первую очередь, все силы демона против Израиля было брошено. Против священства Израильского все пророки сделались лжецами и волками. Так говорят пророки. В Откровении об этом очень хорошо сказано. Вот Бытие 9.2. Написано, что дьявол трясется и трепещет. Несколько слов о том, как он боится. Господь вложил страх в каждую душу и говорит, да страшится. Все звери, птицы, что на земле я вложу в них страх и рука твоя на них. Слово дьявол трепещет. Слово трепет. В Библии встречается 110 раз. Третья книга. Иезр 13 глава 3 стих. И куда смотрел Сын Божий все трепетало под ним. Слово трепет. У одного только Ио встречается 8 раз. 37.23. Да трепещут при нем все создания. Небесно-земные преисподния. Самопевец Давыд 13 раз говорит о трепете. Как 96.4. Да трепещет земля. Если дьявол трепещет, имеющий такую силу, что одним когтем, говорит, может землю перевернуть, то как нам надо трепетать, чтобы угождать Богу, ничем его не огорчить, нигде не сказать слово вопреки священного писания. Исайя 8.10. Обращение ко всем народам. Все собираются восьмерки, девятки. Господь говорит, вооружайтесь, но трепещите, вооружайтесь, но трепещите. Исайя 21.4. Сердце затрепещет и дрожь охватит каждого человека. И с ужасом будут смотреть друг на друга. Говорят, так это в Ветхом Завете. В Новом Завете слово трепетать упоминается тринадцать раз. У Матвея считаем 28.4. Стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Когда шел Сау к Дамасску, девящее деяние, и он при трепете и ужасе спросил, что мне делать? Деяние 16.29. В трепете припал стражник. Мужи, братья, что нам делать? Итак, будем просить у Бога страха. Написано, страх начала мудрости. С великим страхом будем переступать порог Божий. Вступать в великий пост. С великим страхом готовиться на исповедь. Перед Богом все раскрыть. С великим страхом открывать Библию. И сегодняшний день проводить. Прямо сейчас скажи, Господи, выведи нас сегодня всех на благовестие. Хотя немного, на остановке. Начните с малого. Аминь. 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 Продолжение следует...